Субтитры предоставил DimaTorzok В этом году завершился международный патриотический фестиваль «Самарское знамя». Он был посвящен подвигу российских солдат и офицеров в освобождении балканских народов от 500-летнего османского ига. В торжественном открытии фестиваля приняли участие губернатор Дмитрий Азаров и глава Самары Елена Лапушкина. Эвакуировали школьников и обезвредили бомбу. В Самаре присоединились к всероссийской проверке антитеррористической безопасности в школах. 20 мая в России отмечают День Волги. Самарцы вышли на экологическую акцию, чтобы убраться на прибрежной территории. Губернатор Дмитрий Азаров провел еженедельное оперативное совещание, где обсудили оперативную обстановку на территории области. В Рио начальника рекуправления МЧС Алексей Степанов доложил, что по информации, полученной от синоптиков, ближайшей ночью ожидается от 0 до 5 градусов, местами, возможно, заморозки до минус 2. Глава региона обратился к главам Минжика Хаминобранауки Минздрава региона, представителям Управления соцзащиты и попросил их мониторить температурные режимы по объектам социальной сферы, местам постоянного пребывания людей, местам обучения. Вместе с тем, из-за прихода теплых воздушных масс в регион днем в Самарской области действует высокий класс пожароопасности. Губернатор напомнил о необходимости превентивных мер по предотвращению возгораний. Подготовку образовательных учреждений к летнему ремонту, а также работу сезонных и круглогодичных муниципальных ярмарок сегодня обсудили на еженедельном совещании в городской администрации под руководством главы Самары Елены Лапушкиной. Сколько школ и детских садов отремонтируют и сколько в городе появится новых торговых мест для горожан, расскажем в нашем сюжете. Учебный год подходит к своему завершению. Это значит, что в образовательных учреждениях города можно будет выполнять ремонт, не мешая учебному процессу. О предстоящих работах говорили на еженедельном совещании в городской администрации. На средства бюджетов разного уровня в этом году ремонт ждут как школы, так и детские сады. Так, в восьми учреждениях обновят пищеблоки, в пяти – обеденные залы, в четырех – спортивные. В некоторых учреждениях обновят санузлы, системы отопления, проведут общий ремонт помещений, отремонтируют кровли и ограждения и выполнят другие виды работ. А в пяти школах города – капитальный ремонт пищеблоков. Мы в начале августа уже начинаем приемку образовательных организаций, поэтому у нас очень короткие сроки. У нас фактически только июль месяц на выполнение всех работ, но абсолютно однозначно, к первому сентября, например, пищеблоки, спортивные залы должны быть все выполнены. Также на совещании говорили и о работе круглогодичных и открытии сезонных муниципальных ярмарок. Сейчас в городе действуют 22 стационарные площадки, работающие круглогодично. Одна из таких открылась этой весной. Универсальная торговая площадь на 50 мест расположилась на пересечении улицы Революционной и проспекта Карла Маркса. Сейчас готовят к открытию еще три ярмарки. Все они будут располагаться там, где раньше была несанкционированная торговля. На проспекте Мира на 15 торговых мест, на пересечении Московского шоссе и Нововокзальный на 32 места, а также на пересечении Ташкентской и Старозагора, где подготовительные работы уже завершаются. В настоящее время выполнено полностью благоустройство территории. Установлено 16 из 24 торговых домика. Еще 8 будет установлено в ближайшие две недели. И далее произойдет открытие данной площадки. Таким образом, в этом году, благодаря открытию новых торговых площадок, количество ярмарок по сравнению с прошлым годом увеличится с 22 до 26, а количество торговых мест вырастет до 1176. При этом на всех ярмарках, организованных на территории города, предусмотрены места для пенсионеров – 10% от общего числа. Андрей Горгуленко, Николай Пифанов. События. По всей стране состоялась проверка действий сотрудников правоохранительных органов и персонала образовательных учреждений при возникновении чрезвычайных ситуаций в школах. Отрабатывали сценарии, связанные с террористической угрозой. В Самаре контрольным местом проверки, где был развернут оперативный штаб, стала 148-я школа. Как педагоги, ученики и росгвардейцы справились с возникшей ситуацией, расскажем в сюжете. Специальный условный сигнал говорит о том, что в здании учебного заведения обнаружен подозрительный предмет. Таков сценарий антитеррористических учений в 148-й школе. Учеников эвакуировали, территорию оцепили, оперативные службы приступили к опознанию предмета. По сценарию опасения подтвердились. На место вышла группа со специальным устройством, блокирующим возможную детонацию. Подобные учения прошли сегодня по всей стране. На практике были отработаны действия работников, обучающихся и сотрудников охраны при террористической угрозе. Только при прохождении обучения дети имеют возможность понять, как они должны поступать в той или иной ситуации. Поэтому это очень важно. У нас есть разные сценарии. Сегодня мы отрабатывали два сценария с кодовыми словами. В школе был развернут оперативный штаб с участием городского департамента образования и силовых структур. Все действия отрабатывали по реальному сценарию. Специалисты оценивали организацию процессов, правильность и четкость исполнения задач, скорость реагирования. По результатам подготовят рекомендации для сотрудников всех школ. Благодаря грамотным сплоченным действиям сотрудников и персонала учреждения без суеты, без паники была проведена эвакуация. Штаб за этим наблюдал. После чего штаб собирается, рассматривает действия, указывает на недостатки. Ну, в принципе, завершено все успешно. Когда условная чрезвычайная ситуация была предотвращена, школьники смогли вернуться к своим занятиям, выучив при этом очень важный урок, касающийся их собственной безопасности. Андрей Горгуленко, Валерий Майоров. События. В областной столице завершился международный патриотический фестиваль «Самарское знамя». Он посвящен подвигу российских солдат и офицеров в освобождении балканских народов от 500-летнего османского ига. Полотно, вышитое монахинями Иверского монастыря, было подарено болгарским ополченцам во время русско-турецкой войны. В память об этом событии в храме Иверского монастыря отслужили молебен, возложили цветы к могиле Петра Алабина, после чего крестный ход выдвинулся в Струковский сад, где прошло торжественное открытие фестиваля с участием губернатора Дмитрия Азарова и главы «Самары» Елены Лапушкиной. Подробности далее. Песня «Самарское знамя» В память об этих событиях в храме Иверского монастыря отслужили молебен, на котором присутствовали глава «Самары» Елена Лапушкина, представители болгарской делегации, депутаты, первые лица области и города. Ежегодно в этот день мы всегда совершаем благодарственный молебен в память об исторических событиях, когда наш русский народ, наше отечество встало на защиту, буквально в смысле слова, мира. Тогда в Болгарии и сегодня точно так же идут освободительные боевые действия, только уже не братского болгарского народа, а наших с вами соотечественников. И сегодня мы, конечно, в первую очередь молимся о тех бойцах, которые стоят на страже нашей Родины, защищают, проливают кровь, потому что церковь всегда, в первую очередь, молится, молится о мире во всем мире. После молебна участники фестиваля возложили цветы к могиле Петра Алабина. Ежегодно принять участие в фестивале «Самарское знамя» приезжают представители болгарской делегации. Они рассказали, что в Болгарии 3 марта отмечают праздник возле памятника Шибка, в том месте, где велось одно из основных сражений, и этот год не стал исключением. «Самарское знамя – это святина для любого болгарина, потому что оно является символом освобождения Болгарии. Я очень счастлив оказаться сегодня в Иверском монастыре, где выщивалось знамя. И я очень благодарен за этот подарок болгарскому ополчению. Безусловно, этот символ, он помог духу болгарским ополченцам, которые сражались вместе с войской императорской российской армией за освобождение Болгарии. Это святыня, и скорее всего, я так себе объясняю, что это, наверное, первый символ вообще после пятивекового рабства, который, в общем-то, действительно был таким общепринятым. Да, ну, Россия подарила, болгарское ополчение понесло с собой. И вот некое начало, может быть, государственных знаков. Конечно, это святыня, потому что за это знамя умирало столько людей, болгарских ополченцев, русских воинов, защищая его. Это, конечно, вот я сейчас мурашки покажу, вот честное слово, когда об этом говорю». После возложения цветов участники фестиваля совершили крестный ход в Струковский сад. Там в торжественной обстановке фестиваль открыл губернатор Дмитрий Азаров. «Конечно, все мы гордимся славной историей нашего Отечества и нашей Самарской земли. Я очень рад тому, что фестиваль развивается. Вот он уже свой пятилетний первый юбилей отметил, и сегодня уже шестой раз мы проводим фестиваль. И, конечно, я хочу поблагодарить всех, кто принимает в нем участие, поприветствовать наших друзей из Болгарии, которые хранят память, благодарную память в своих сердцах о совместной победе, о нашем общем историческом прошлом». В Струковском саду во время проведения фестиваля работало около 50 тематических площадок. Выполняя задания, гости праздника смогли больше узнать об истории своей страны и о роли Самарского знамени в освобождении братского болгарского народа от османского ига. «Пусть православная, святая Русь, вера дырканая, родит нас пусть». Виктория Шарая, Константин Головин. События. В Самаре полным ходом идет реконструкция улицы 22-го партсъезда от Московского шоссе до улицы Солнечной. Пока на верхнем участке продолжают переустройство инженерных коммуникаций, на нижнем уже производят укладку верхнего слоя асфальта. Когда автолюбители и пешеходы смогут передвигаться по обновленной улице, расскажем в нашем сюжете. Длина нижнего участка улицы 22-го партсъезда от Новосадовой до Солнечной небольшая, всего 180 метров, но здесь много условий, которые необходимо соблюсти, чтобы выполнить качественную укладку асфальта. Перепад высот, ширина проезжей части, где ведется укладка, примыкание к перекрестным улицам – все это в фокусе внимания специалистов дорожной отрасли. Нужно соблюсти все нормы, чтобы в дальнейшем талые дождевые воды по уклонам легко уходили в ливневки. Чтобы оперативно справляться с задачей, подрядчики привлекли к работе бригаду с 12 человек 5 катков и 2 асфальтоукладчика и другую технику. Ширина большая и есть ширина узкая. Не совсем удобно собранным укладчиком складываться и раскладываться. Для этого мы задействовали 2 укладчика, чтобы удобно было играть шириной. После реконструкции участок расширен до 4 полос и будет без сужения переходить в улицу Солнечную, что повысит комфорт для водителей. А для повышения комфорта пешеходов контрактам предусмотрено обустройство тротуара, регулируемых пешеходных переходов и разделительной полосы проезжей части, которая уже готова. У пересечения с Новосадовой сделают новый карман для общественного транспорта. Высокая прочность нового покрытия обеспечивается в том числе за счет применяемых современных материалов. Параллельно производятся необходимые работы по подготовке технической документации, проектной документации для возможного ввода нижнего этапа дороги, независимо от верхнего, то есть заранее. Что, соответственно, позволит запустить долгожданные автобусные маршруты, избавит граждан от пробок ежедневных, поскольку хотя бы выезд на Новосадовую уже будет обеспечен. Контроль со стороны городского департамента градостроительства организован в ежедневном режиме, не только на нижнем, но и на верхнем участке реконструкции. Сейчас там идет переустройство инженерных коммуникаций, водопровода, теплосетей, канализации. Ориентировочно уже с середины лета подрядчик приступит к устройству основания дороги. Будет сделана так называемая корыта, начнется укладка песка и щебня по 50 сантиметров, а далее будет вестись укладка нескольких слоев асфальта бетона. Все работы, связанные с благоустройством, необходимо закончить при благоприятных погодных условиях, пока температуры воздуха будут плюсовыми, то есть до ноября. Крайнее время, когда уже будут завершены подключения всех светофоров, опор освещения, установленные ограждения перильные, дорога, конечно, появится пораньше. Но ввод объекта в эксплуатацию предполагает именно полноценный ее запуск с получением заключения инспекции государственного строительного отзора и, соответственно, разрешения на ввод от Министерства строительства. Напомним, реконструкция улицы 22-го партсъезда проводится с целью повышения эффективности разгрузки трафика. Проект реализуется по государственной программе региона развития транспортной системы Самарской области и по муниципальной программе сохранения и развития автомобильных дорог общего пользования местного значения. После реконструкции дорога станет еще одним комфортным связующим звеном между основными магистралями города – Московским шоссе и улицей Новосадовой. А транспортный узел, учитывая стакаду, станет еще более удобным. Андрей Горгуленко, Григорий Плешаков. События. 20 мая в России отмечают День Волги. Самарцы вышли на экологическую акцию, чтобы убраться на прибрежной территории. В уборке приняли участие 180 человек. Мы наблюдали за процессом и расскажем, сколько мусора собрали. Около двух десятков предприятий, компаний, общественных организаций и ведомств, почти 180 человек собрались на берегу Волги в районе 6-й просеки. Так решили провести День Волги, который традиционно отмечается 20 мая. С прибрежной территорией, находящейся на возвышенности и неохваченной паводком, убирали скопившийся после отдыхающих мусор. Организатором акции стала медиагруппа, инициатор движения «Экоравновесие», который объединяет сотни неравнодушных людей. Мы выходим на субботники, на уборки, на посадки. 20 мая у нас традиционно это День Волги. Мы убираем нашу любимую реку, потому что на самом деле мусора хватает. Тут автомобильные покрышки, и резины, и шины, и пластик, и стекло, ничего только нет, и мангалы, и диваны выносят люди. Мы в 22-м году также здесь убирались, и очень было много мусора, потому что эта территория неразграниченная. Слева и справа официальные пляжи, а вот эта именно точка. Здесь народ просто дико отдыхает во всех смыслах. Организатором акции традиционно помогает Департамент городского хозяйства и экологии администрации Самары, предоставляет необходимый инвентарь, расходные материалы. Специалисты подчеркивают, состояние реки Волга, являющейся национальной гордостью, одним из символов России и источником важнейших природных ресурсов, имеет большое значение для местных жителей, влияет на благополучие миллионов людей, проживающих в Самаре и в других мегаполисах, а также небольших поселениях на Волге. Будем убирать мы как и береговую полосу, также будем заходить на территорию уже, где произрастают деревья и вдоль дороги. Данные акции, они очень значимые. Также мы в этом году не будем останавливаться на этом. Дальше будем также проводить данные мероприятия на островах и на всех территориях, также на озерах и в границах городского округа Самары. Акцию проводят в поддержку нацпроекта «Экология». Волга является, конечно, главной водной артерией Самарской губернии. Конечно, поддержание ее чистоты, экологическая сохранность – это очень важно для нашего региона. И хотелось бы, конечно, отметить, что и помимо подобных акций, Самарский регион активно участвует в том числе и в федеральном проекте «Оздоровление Волга», национального проекта «Экология». Он направлен как раз-таки на оздоровление вод Волги и ее притоков. Среди активистов, которые пришли очистить прибрежную территорию, студентка третьего курса Самарского технического университета Анастасия Храмова. В ВОЗе три года существует свой экологический клуб «Жизнь». Ребята занимаются волонтерской и просветительской деятельностью. Я с самого рождения живу в Самаре, и Волга – это, наверное, какое-то такое… Когда ты в детстве, наверное, это Волга, и какое-то место, ура, едем купаться, там вместе с родителями, потом, когда взрослеешь, вы там начинаете выбираться на набережную, гулять, смотреть, выпускные вечера же часто проводят возле Волги. Наверное, это как что-то такое, связывающее тебя с родным домом. Если в этом доме еще чисто, то это, конечно же, вдвойне, втройне приятнее. И особенно приятно осознавать факт того, что ты к этому был причастен. Своим примером участники акции стремятся довести до других горожан мысль о необходимости бережного отношения к природе. Прежде всего, это заключается в том, что нельзя ломать и вырубать деревья, разжигать костры, оставлять после себя мусор. Сегодня волонтеры очистили территорию площадью 2 гектара, собрали 8 кубов мусора. Его вывозом на полигоны и утилизацией занимается профильный департамент Самары, куда общественники, которые в дальнейшем выразят желание участвовать в добровольческих экологических мероприятиях, могут направлять свои обращения. Вся необходимая поддержка будет оказана. Светлана Кудрявцева, Константин Головин. События. В минувшую субботу в Самаре прошла всероссийская ежегодная акция «Ночь музеев». Весь день до позднего вечера двери самарских музеев, галерей, арт-пространств были открыты для посетителей. Традиционно в этот день проходят различные мастер-классы, концерты, театрализованные представления, авторские экскурсии по экспозициям. Наша съемочная группа побывала в Самарском литературном музее и в музее имени Эльдара Рязанова. Подробности расскажем в сюжете. Для трехлетней Насти это уже вторая ночь музеев. В этом году вполне осознанная. У входа в Самарский литературный музей девочку встретил Буратино. А во дворе за волшебной дверью спряталось много интересных активностей. Игры, мастер-классы, сказочная полоса препятствий. Впечатлений много, рассказывает Настя. Мы играли в иглы, читали книжки и играли. И подохнились с бабочками. Мне понравилось ходить по музеям. Самарский литературный музей приготовил насыщенную программу и для взрослой аудитории. Один из ее пунктов – театральный эксперимент фантазии на тему комедии Шекспира «Сон в летнюю ночь». Это классика в современной обработке, рассказывает автор идей Иван Котов. В основе электронная музыка и техно. Пьеса Шекспира сочетает в себе множество разных регистров. Высокая и низкая, где сочетается, знаете, какая-то такая высокая патетика и вполне себе грубый такой юмор, где гротеск и такой тонкий психологический релизм, лирика сплетаются между собой. И нам показалось это очень интересным материалом, с которым можно поработать. По словам работников Самарского литературного музея, с каждым годом интерес к акции «Ночь музеев» растет. Ежегодно музеи стараются удивить публику. Гораздо больше стало и по городу рекламы, и по телевизору показывать стали больше рекламы. Я думаю, что мы стали в своих соцсетях гораздо активнее пиариться. Я думаю, что людей пришло больше, потому что мы слышали больше. Для музея Ильдара Рязанова акция «Ночь музеев» в этом году совпала со знаменательной датой. В этот день, шесть лет назад, музей впервые открыл свои двери для посетителей. Александр Козлов пришел в музей с семьей. Рассказывает, они здесь впервые. На входе пришлось отстоять очередь. Мы еще не все успели посмотреть, но в принципе жизнь советского режиссера очень интересная. И вот его быт, и его семьи. Очень такая, знаете, атмосферная здесь обстановка. Красиво. Музей Ильдара Рязанова ежегодно принимает участие в акции «Ночь музеев». Каждый год мы работаем на нескольких площадках. Непосредственно в самом помещении музея, в нашей экспозиции мы встречаем гостей, посетителей, которые смогут прийти в свободном режиме посмотреть нашу экспозицию, поучаствовать в нескольких авторских экскурсиях. Традиционно в сквере Ильдара Рязанова до позднего вечера проходила концертная программа. Выступали самарские творческие коллективы. Галина Топилина, Валерий Майоров. События. Новая высота. В Самаре прошел международный турнир по греко-римской борьбе. В соревнованиях приняли участие борцы из 11 стран в возрасте до 18 лет. О масштабе турнира расскажет Елизавета Прокопенкова. Новая высота. Так называется самарский турнир по греко-римской борьбе. Соревнования проходят уже пять лет. В этом году турнир приобрел статус международного. На состязание прибыли борцы из 11 стран. К примеру, из Армении и Турции. Российский турнир, первенство страны, два года, теперь международный турнир. Замахиваются на чемпионат Европы и мира. Такой масштаб соревнования приобрели при поддержке правительства Самарской области. В 24-м году губернская дума отмечает свое 30-летие. Все это время депутаты формируют законодательную базу для развития физкультуры и спорта. Поддерживают спортивные мероприятия разного уровня. Здесь характер, здесь сила, здесь мастерство. И я очень рад, что турнир международный. Новая высота стала настоящим праздником спорта. Турнир не первый год собирает в Самаре титулованных спортсменов. Традиционно в числе почетных гостей, герои России, трехкратный олимпийский чемпион Александр Карелин. Все поддерживают этот правильный турнир. И, конечно, я хочу сказать спасибо за возможности. 30 лет Самарская губернская дума вносит большой вклад в популяризацию здорового образа жизни. Елизавета Прокопенкова, Игорь Казановский. События. По итогам апреля паблик Самары ГИС ВКонтакте снова занял первое место по вовлеченности подписчиков в престижном федеральном рейтинге от Нью Медиа. Уже пять месяцев мы занимаем первое место и год находимся в тройке лидеров. Рейтинг основан на анализе 68 сообществ, телеканалов, городов, миллионников с аудиторией 5000 подписчиков. Далее вас ждет обзор телеграм-каналов городской администрации и профильных ведомств. Вот о чем они писали сегодня на своих информационных площадках. Телеграм-канал администрации Самары Вести с Дворянской сообщает, что в России проходит конкурс на лучшие авторские путешествия. Он запущен в рамках нацпроекта «Туризм и индустрии гостеприимства». Любители отдыха в России смогут претендовать на главный приз – тур по стране от программы «Росмолодежи», в который можно будет отправиться в любое удобное время. Срок приема конкурсных заявок до 17 июня. Администрация Красноглинского района сообщает, что в Самаре реализуется еще 13 проектов благоустройства по программе «Содействие». По решению комиссии победителями признаны 163 социально значимые инициативы, из которых 13 проектов будет реализовано в Самаре. Победителем второго конкурса общественных проектов в рамках губернаторского проекта «Содействие» от Красноглинского района стала территория «Счастливый пес», создание площадки для выгула и дрессировки собак между сквером Кузнецова и улицей имени Академика Кузнецова. Администрация железнодорожного района напоминает, что на территории региона до 15 октября действует особый противопожарный режим. В этот период запрещено разведение костров, использование открытого огня для приготовления пищи, сжигание мусора, сухой растительности, в том числе на территориях организации при усадебных, садовых и дачных участках, а также запуск неуправляемых изделий из горючих материалов. За нарушение правил пожарной безопасности предусмотрен штраф. При возникновении чрезвычайных ситуаций необходимо звонить по единому телефону 01 или 101. Субтитры создавал DimaTorzok